А здесь будет посередине будет ванная, здесь две комнаты по бокам. Это будут детские. Дом Юрия Шевцова почти готов. На строительство ушло около года. В позапрошлом году мужчина купил землю на окраине деревни Терентьева. Оформил разрешение на строительство, недавно подвёл электричество и уже весной вместе с семьёй планировал переехать в эти стены. Но все работы пришлось приостановить. Статус земли, на которой стоит дом Юрия, вызвал вопросы у прокуратуры. В ведомстве посчитали, что под застройку её отдали напрасно. Она должна оставаться землёй сельхозназначения. Что это земля сельхозназначений, и что строиться нам здесь в принципе нельзя. И что всё это было незаконно. А когда мы оформляли все эти земли, никто ничего не сказал. И до сих пор по кадастровой карте мы являемся землями поселений. Такой же ситуацией оказался и сосед Юрий Алексей Богач. Он показывает паспорт со штампом о прописке. Терентьева, улица Берёзовая, даже номер дома указан. Участок и дом он также купил в позапрошлом году. Надеялся привезти сюда свою жену. Но пока перевёз только мебель. Самим приходится жить на съёмной квартире в Сосновоборске. Говорит, непонятно, стоит ли продолжать вкладывать деньги в строительство. Из-за постоянного отсутствия их дом не раз грабили. Жена даже письмо незваным гостям написала. Я сразу и в 16-м году документы сделал, всё. И разрешение получил, и всё. Это был последний год, наверное, который ещё прокуратура не вмешалась. А в 17-м прокуратура уже вмешалась. Всё есть. Вот у нас распечатали план, что мы входим в границы деревни Терентьева. Вот наш участок и вот они границы. В подвешенном состоянии оказались около 70 семей, что купили участки в новом деревенском микрорайоне. Все, кто обратился за разрешение на строительство в прошлом году, получили отворот-поворот. Почему в течение столького времени никто, ни администрация, ни прокуратура, ни полиция, не задала вопрос, почему стоят вот эти дома и продаются земли? То есть вот после нас ещё люди купили и строятся. И ни у кого не возник вопрос. Теперь, когда мы дома поставили, нас вызывают почему-то в суд, что это всё незаконно. Как пояснили в администрации Берёзовского района, история нового микрорайона в Терентьево началась несколько лет назад, когда предыдущий глава Исаульского сельсовета одним рощерком пера перевёл пустыри на окраине деревни из земли сельхозназначения в земли жилищного строительства. Территорию поделили на участки и продали. В прошлом году прокуратура обратилась в суд, чтобы уточнить статус земли. Есть риск, что решение экс-главы сельсовета признают незаконным. Но чтобы не допустить социального бунта, районные власти подготовили новый генплан, где эти земли войдут в границы деревни Терентьева, но как дачные участки. В этом случае можно будет и строить дома, и прописываться в них. Правда, в этом случае ни дорогу, ни школу, ни детский сад в этом микрорайоне не построят. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости.